Ну что же, в этом уроке мы с вами уже создадим кнопочки, вернее мы их уже создали, но мы для них добавим некий функционал, потому что сейчас они у нас никак не взаимодействуют с пользователем. Мы можем, конечно, нажать на кнопку, но, как вы видите, особо ничего не происходит. Итак, теперь что мы будем делать? Мы будем при нажатии на кнопку, мы будем отслеживать нажатие и выполнять некие функции. В Unity нельзя просто взять и отслеживать нажатие на какой-то объект, если этот объект не является твердым объектом. Для того, чтобы создать из этих кнопочек некий твердый объект, нам нужно добавить к ним коллайдер. Коллайдеры добавляются очень просто, в принципе, с помощью компонентов. Значит, мы куда идем? Мы выбираем вот эти вот все наши кнопочки, абсолютно все кнопки. И для них всех добавляем addComponent и здесь пишем коллайдер. Да, там BL. Box Collider, вернее не Box Collider, а Circle Collider 2D. Именно 2D, потому что игра 2D, кнопочки 2D, и поэтому все коллайдеры у нас должны быть именно 2D. Нам не нужны обычные 3D коллайдеры. В принципе, вот, мы уже добавили для этих всех кнопок уже коллайдер. То есть, как видите, они идеально обтекают все наши кнопки. Вот эта вот зеленая штучка, это и есть коллайдер. Теперь при нажатии на кнопку мы будем, ну, Unity будет это понимать, и, в принципе, мы уже теперь можем с этим немного взаимодействовать. Вот, если у вас кнопки не кружочки, то, в принципе, можете сделать это как, ну, или квадраты у вас там какие-то кнопочки, да, то можете добавить вместо Circle Collider, там добавить Box Collider, только тоже 2D. Либо Edge Collider, это который будет именно по точкам обводить, как бы, вот эти ваши кнопки. Ну, в общем, я думаю, разберетесь. Главное, добавьте коллайдер, чтобы он полностью описывал вашу кнопку. Теперь создадим один общий скрипт. Для этого перейдем в папочку Scripts, и здесь Create C Sharp Script. Назовем его Buttons. Добавим его сразу ко всем нашим вот этим кнопкам. Просто addComponent, Buttons, Script. И открываем его. Так, открыли скрипт, и теперь все, что нам надо сделать. Смотрите, при нажатии на кнопку она будет менять свой цвет. Вот, то есть будет подставляться другой, как бы, лоер, другой слой. Вот, вот сейчас синий, а при нажатии будет красный такой. Вот, для этого мы удаляем, в принципе, вот это все, что здесь поначалу было установлено. И пишем такую функцию void onMouseDown. Эта функция стандартная, она идет по умолчанию. То есть при нажатии на кнопку, при нажатии на объект. Вот, и сразу вторую создадим void onMouseUp. Причем, вот эта onMouseUp, она будет срабатывать, неважно где, где сейчас находится палец пользователя, просто когда он заберет его с экрана, только тогда сработает эта функция. Вот. И здесь все очень просто. Для начала я создам public sprite и lawyer blue, пускай будет у нас первый, и lawyer red. Вот. Теперь при нажатии на кнопку у нас будет такое происходить. getComponent, мы берем компонент sprite renderer, и у него мы будем изменять sprite. Ну, то есть, сейчас я объясню немножко. Мы будем брать... Где у нас кнопка? Будем брать вот этот вот компонент, и у него менять вот это вот поле sprite. Вот, вот это вот все здесь показывается. И заменять его на то, на которое нам нужно. В данном случае нам нужно, кстати, не blue, а red. То есть, при нажатии мы будем менять на красный. После того, как пользователь заберет палец, мы будем его менять на синий. Синий, вот. Так, теперь переходим сюда, и в спрайты я закину... закидываю новый слой, красный. Вот, и теперь вот у нас здесь появились, как мы видим в этих кнопках, новые поля. Lower blue и lower red. Перекидываем в синий. Синий наш слой, в красный, красный слой. Вот. В принципе, можете сделать это с любыми другими. Не только вот кружки могут у вас быть. У вас любые могут быть два таких слоя. Они просто будут меняться между собой. Итак, запускаем игру. Навожу мышку, ничего не происходит. Нажимаю, и вот у нас поменялось оно. Обратно отжал, все, оно синим стало. Вот, например, жму, жму, жму. Вот здесь отпустил, вот здесь оно и у нас обратно поменялось. Вот. То есть и так работает с каждым. Правда, пока никаких функций, но все же оно работает у нас. Каждая наша кнопка должна выполнять свою какую-то определенную функцию. Для этого мы создадим, ну, для того, чтобы отслеживать, какую кнопку именно пользователь нажал, мы создадим переменную типа string с названием action. То есть она будет задаваться в Unity. И в зависимости от того, какой action будет выполняться, какая кнопка сейчас есть, мы будем выполнять тот или иную функцию. Для этого мы еще одну используем функцию. Это void. И она называется onMouseUp. onMouseUp asButton То есть мы могли, в принципе, вот здесь использовать все наши последующие действия, могли выполнять вот здесь, в onMouseUp. Но onMouseUp, как я говорил, вы можете нажать здесь, отвести вот сюда, например, там палец и здесь его отжать. В принципе, это нельзя сказать, что вы нажали на кнопку. onMouseUp asButton, вот эта вот наша функция, она выполняется только тогда, когда пользователь нажал на эту кнопку и вот с этой кнопки он палец и снял потом. Вот, то есть как бы точно нажал на кнопку. Что здесь будет делать? Мы будем проверять switch. Case будет у нас, вот, в котором мы будем проверять action, переменную нашу. Например, case будет у нас play, значит, будет вот такая штука у нас устраиваться. Сразу поставим break. Что у нас будет делать? Это application, loadLevel, и levelName будет play. Ой, loadLevel. Да? Да, извиняюсь, тут вот так вот надо. LoadLevel. Вот, то есть при нажатии теперь на клавишу, у которой action переменная равняется play, будет загружаться уровень play, который мы позже создадим. Теперь вот здесь у каждой клавиши появилось поле action. Сейчас оно прогрузится и появится. Вот, action. У кнопки play оно будет play. Мы зададим. У кнопки rating оно будет rating. Хотя, знаете, даже, как мы можем сделать? Мы, в принципе, можем брать gameObjectName. Вот. Тогда нам не потребуется эта перемена. Мы просто берем gameObjectName. Вот у нас здесь он play. Мы его сравниваем с play. И если все верно, то будем загружать вот этот уровень play. Вот. В принципе, и все. То есть, дальше мы создадим этот уровень play. Вот. А здесь, я думаю, все понятно, да? То есть, при нажатии на кнопку мы проверяем имя объекта, например, play, rating, music. И в зависимости от того, какой этот объект, мы выполняем ту или иную функцию. Вот. Дальше мы уже будем создавать именно вот этот уровень play. Потому что сейчас у нас есть только main. Вот. Единственное, что мы можем сразу сделать, это создать вот эту кнопочку favorite. Давайте ее, наверное, сразу сделаем. Это у нас case. Так. Она у нас будет... Она у нас называется... Rating. Да, рейтинг она у нас, кстати, называется. Вот. Так. Break. То есть, при нажатии на эту кнопку мы будем переадресовывать пользователя в магазин. Для этого нам потребуется функция application openurl. И здесь, поскольку у нас еще неизвестно, какая у нас будет URL нашей игры, поэтому я просто, например, для проверки напишу google.com. Вот. И теперь, если я запущу игру, нажму на кнопочку rating, у нас открывается Chrome, в котором открылся Google. Все абсолютно верно. И на этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok